Олимпийский чемпион По любому виду спорта не просто было завоевывать золотые медали, это со времен Советского Союза нам всем было известно. И просто мне, наверное, повезло чуть больше других. Но 17 лет прошло с тех пор. Неужели за 17 лет никого больше не везло? Тем не менее, медалей было завоевано достаточное количество. Но золота не было? Как-то в одном из интервью я говорил, что разница между золотой и серебряной медалью, то есть финальный поединок, очень такая призрачная, хрупкая. Вот эти вот детали и надо как раз таки спортивным технологам самим как бы изучить и спортсменам. Ну вам 17 лет назад удалось завоевать золото, да? Ну мне было немножко... Сейчас, мне кажется, и мотивации больше, и возможностей больше. По всему миру мотивации больше. И популяризация спорта, она колоссальная. Вы посмотрите, Европа, было там порядка 50 стран, сейчас там 150 стран, там одна только Югославия, там 6-7 стран разделилась. И каждая страна, она как бы себя прежде всего пытается позиционировать как самодостаточное государство именно в области спорта. Потому что там легче всего представителю Хорватии, например, показывать какой-то результат и на весь мир пропиарить свою страну в хорошем смысле. Но борьба всегда считалась исторически как-то ближе, да, к казахам? То есть это казахский такой традиционный вид спорта. Традиционный, приоритетный вид спорта, да. Да, ну а почему у нас до сих пор нет новых чемпионов? В Казахстане, да, в одной семье либо борец, в другой боксер. А в третьей семье и борец, и боксер, поэтому представители этих видов однозначно присутствуют. Вы являетесь директором республиканского центра, да, олимпийской подготовки. И вы как спортивный функционер, человек, который знает, как завоевать золото, да, видит намного дальше, да, чем его ученики. Как вы думаете, чего не хватает нашим спортсменам? Ну, во-первых, хотел бы коротко сказать, что центр олимпийской подготовки программу минимум выполнил. У нас как бы подготовлен уже олимпийский чемпион, который среди детей в юношеские олимпийские игры в Сингапуре проводились. Он завоевал золотую медаль, первую для Казахстана. Жанебек Андебаев, представитель Тарасской школы борьбы. Как бы это по возрасту мы уже выполнили эту задачу. Теперь касаемо взрослых надо как бы готовиться. Для того, чтобы подготовить олимпийских чемпионов и традиционно это делать, необходимо в первую очередь те традиции, которые в народе существуют, их дополнительно усиливать теми технологиями спортивными, которые в данный момент есть. И не секрет, что в Казахстане на момент развала Советского Союза ни одной олимпийской базы не осталось. Был уникальный спортивный комплекс МИДЕО. К видам борьбы, единоборства он имел там совершенно косвенное отношение. И, конечно же, это очень сильно сказалось, потому что готовить спортсменов для тех же олимпийских игр и при этом тренироваться в пионерских лагерях, где-то в полу каких-то разрушенных спортивных залах или отреставрированных. Конечно, это никуда не годится, но тем не менее, я считаю, что вот этот традиционный энтузиазм, который присущ казахам, казахстанцам, он и вытянул все эти годы независимости. И за это время мы завоевали очень много медалей, в том числе и золотых, и серебряных, и бронзовых. И поэтому я считаю, что сейчас, когда уже Казахстан достаточно окреп, самоутвердился в мировом пространстве, золотые медали будут и будут в достаточном количестве. Пока повезло видам тем, которые в Лондоне были триумфаторами, там, велоспорт, бокс, тяжелая атлетика. Но я думаю, за борьбой дело не застоится. В любом случае, борцы будут чемпионами, и это будет традиционно. Тем не менее, мне вот интересно, что вы-то не росли в Казахстане. То есть для вас это не было традиционным видом спорта. Вы росли в Кыргызстане, затем вы поменяли гражданство. Вот что, кстати, вас побудило поменять гражданство? Ну, во-первых, я рос в Советском Союзе. И Кыргызстан и Казахстан – это абсолютно братские государства, которые схожи и по менталитету, и по культуре, и по традициям. Поэтому для меня Казахстан – это было как бы очень и очень близкое соседство. Кроме того, в сборной команде Советского Союза были такие выдающиеся люди, как Давлет Урлханов, Сергей Матвенко, Бахтяр Байситов, Сингельды Батыргарин. Это все были мои друзья, с которыми мне как бы в сборной команде приходилось очень много времени проводить. И когда Советский Союз развалился, Кыргызия, наверное, пострадала больше всего. Я только что сказал о недостатках, которые были в инфраструктуре Казахстана. В Кыргызии не было вообще ничего, включая денег на командирование спортсменов, включая на самые официальные соревнования. Поэтому получилось так, что мне пришлось для дальнейшего своего спортивного роста искать какой-то плацдарм для своей трудовой деятельности. Предложений было достаточно, включая Россию и прочие страны. Но Казахстан мне был очень близок. Причем я не однозначно ехал в Казахстан, допустим, за какими-то лаврами. Я в первые 2,5 года пребывания в Алма-Ате прожил успешно в общежитии напротив Никольского рынка и достаточно хорошо адаптировался к алматинской жизни именно на вот таком низовом уровне. Поэтому я считаю, что еще большой вопрос был, смогу ли я себя реализовать в Казахстане. Потому что были очень сильные соперники у меня в сборной команды Казахстана. И мне нужно было не просто у них побеждать, а как бы стараться выигрывать, но с явным преимуществом. Ну, мне это как бы удалось в силу жизненной необходимости. Но вам хватило 2,5, получается, даже 3 лет прожить в Казахстане. И, получается, живя 3 года в Казахстане всего лишь, вы едете в Атланту, и получается золото для нашей страны. Янара, там немножко ситуация еще интереснее выглядела. Потому что на 3 года просто там своего какого-то роста, возможно, меня бы и не хватило. Мне нужно было показывать здесь и сейчас какие-то достижения. Удивительный такой момент, то что я все-таки достаточно перспективным спортсменом был по рейтингу сборной команды Советского Союза. На Олимпиаду в 92 году я вторым номером, но шел в весовой категории до 62 килограмм. То есть дублировал Сергея Мартынова, который там представлял Россию. И попав в Казахстан, мне пришлось идти на такие относительные жертвы и из весовой категории до 62 килограмм перемещаться в 57 килограмм. Причем тренер, который у нас работал, Геннадий Андреевич Сапунов, он был категорически против. Он говорил, что не разделяя эту точку зрения, то есть спортсмену в возрасте 20 с небольшим лет надо развиваться и из веса в вес переходить, но ни в коем случае не на понижение идти. А я говорю, Геннадий Андреевич, вы знаете, ситуация интересная. Я говорю, как бы в общежитии уже нажился, мне как бы достаточно. Мне надо как бы проявлять себя здесь и сейчас. И в 93 году я переехал в Казахстан, в 94 году я уже стал чемпионом мира. И с того времени, как бы потихоньку-потихоньку, благодаря Всевышнему, у меня как бы начали как бы так и благожизненные ко мне там приходить, и я там получил квартиру, там и прочее, прочее. Ну и к Олимпиаде я уже был, в общем-то, в программе социальной обеспеченности, как бы достаточно подготовлен. Ну сейчас вы довольны тем, что вы имеете на сегодняшний день? Ну, в общем-то, да. Конечно. То есть спортивные функционеры в Казахстане хорошо зарабатывают? Прежде всего реализована моя спортивная мечта. Это раз. Я стал заслуженным мастером спорта благодаря спорту. Я определенную пользу оказал в стране в имиджевом отношении, потому что в первые годы независимости Казахстан остро нуждался в том, чтобы достойно себя позиционировать в мире. И мне наряду с Василием Жировым, Александром Парагиным удалось как бы лепту это унести. Ну и, соответственно, те традиции, которые были заложены нашими там Аксакалами, Жакслыком, Ушкинпировым, тем же Давлетом, Турлхановым и многими другими, они вот нами были продолжены. И вот сегодня мы уже как бы просто констатируем то, что это уже состоявшийся факт. Спорт Казахстана крепчает, сильнее становится, ну и, соответственно, больше оптимизма у народа. Интересно, что олимпийские чемпионы обычно из большого спорта уходят в тренеры, да? У меня эта участь тоже как бы не обошла стороной. И я успешно с 2000 года до 2004 года полный олимпийский цикл отработал от звонка до звонка тренером, главным тренером национальности. То есть от звонка до звонка это обязательно, да? Нет, ну как обязательно? Тренерская деятельность такая, вы знаете, многие хотят быть там главными тренерами, но по ряду причин чиновники говорят, все, вот твое время закончилось, где соревнования? В спорте как бы очень такая сложная и тем не менее простая ситуация. Все в сравнительном анализе познается. То есть если какие-то планы поставили, то, соответственно, эти планы нужно выполнять. Если они как бы выполняются, значит тренер как бы компетенцию свою подчеркивает. Если же нет, говорят, увы, ты хороший человек, замечательный тренер, но занимайся с молодежью, учи их там, обучай там азам борьбы и всему остальному. И это для многих спортивных деятелей, ну это такой камень преткновения, который не каждый может пройти. Слава богу, мне удалось, потому что меня окружал хороший тренерский коллектив. Это были Вадим Александрович Псарев там, это такой патриарх казахстанского спорта, подготовивший мне одного олимпийского чемпиона. Другие тренеры, которые мне помогали. То есть в совокупности нашему коллективу удалось подготовить неплохо команду и завоевать там две медали на Олимпийских играх уже в Афинах. Но никогда не было желания вообще уйти из спорта, имея имя, да, имя бренда, имея олимпийское золото. Вы же могли состояться в любой сфере деятельности, да? Ну это как бы не факт совершенно, то, что в любой сфере деятельности, потому что, вы знаете, спортсмену состояться в той же спортивной отрасли в качестве тренера, это целая история. И не каждому далеко суждено и удается это сделать. Дальше как бы там в качестве функционера, потому что, ну, тренировать одно, а руководить такими же тренерами, там, методистами и специалистами в области спорта, это тоже немножко другое. Вот. Ну у меня получилось так, что моя как бы спортивная деятельность, она как бы непрерывно из одного состояния в другое перетекала. Спортсмен, тренер, общественный деятель, я вице-президент федерации был там порядка пяти-шести лет. Потом уже государственная должность, вот директор Центра Олимпийской подготовки, подготовка спортивного резерва. Вот. Ну, в общем-то, я считаю, что моим как бы достижением жизненным способствовало то, что я неотрывно от производства этого как бы двигался. Работал. Потому что многие тренера в период, особенно 90-х годов, они, 90-х лет, они отдалялись от спорта, потом через какое-то время возвращались и не могли как бы вот в эту индустрию, в колею войти, да. Ну, в качественном таком отношении. Вот. Мне это удалось сделать. Но вы параллельно не пытались чем-то заниматься? Вот. Потому что я задала вам вопрос, спортивный функционер вот в нашей стране хорошо зарабатывает? Ну, вы знаете, во-первых, это однозначно уже можно как аксему вывести. Не спор там единым жив человек, это раз. Вот. И, скорее всего, сейчас как бы вот в период рыночной экономики, как бы, ну, менталитет уже, наверное, так и каждого, наверное, человека складывается так, так что чем бы человек ни занимался, он в любом случае должен где-то, как-то в любом случае ориентироваться на бизнес. Благо сегодня законодательство вообще все абсолютно способствует тому, чтобы заниматься малым, средним бизнесом, и государство очень стимулирует это все. Ну, вот вы лично чем занимаетесь еще помимо спорта? Я помогаю ребятам разные проекты реализовывать, потому что за счет спорта у меня много как бы связей, отношений, и, по крайней мере, уже есть определенная база данных людей ответственных и безответственных. То есть, и вот когда ответственные люди одни, незнакомые там с другими, где-то как-то какое-то имеют начало, идею какую-то, но не могут ее реализовать, а те как бы имеют возможность ее там вторую половину реализовать, то мы, в общем-то, это все взаимосвязываем, и, ну, в общем-то, неплохо получается то, что один решил какой-то проект, ну, и где-то как-то это какие-то там дивиденды приносит. Вы были в партийном списке Нур-Утана на последних парламентских выборах, и сейчас, я так понимаю, вы в резерве, да, у партии? То есть, в любой момент вы можете стать депутатом Мажелиса по партийному списку. То есть, вам сама идея, что Юрий Мельниченко может стать депутатом Мажелиса, нравится? Ну, конечно. А чем именно? Я думаю, дело времени, и по большому счету, что такое партийный список, и, соответственно, там, Мажелис, парламент Республики Казахстан. Ну, это представители всех отраслей деятельности Казахстана, которые собрались там для того, чтобы сделать нашу страну на законодательном уровне лучше, чем она есть. Я считаю, что, как минимум, спортивную часть нашей деятельности мы можем укрепить, дать какие-то разумные, конструктивные советы и предложения. Вот. И так как Нур-Утан – это главная партия страны, и, соответственно, на ней ответственность колоссальная лежит, хотелось бы поддержать по мере своих возможностей. И я считаю, что пример той же самой нашей олимпийской сестры Ольги Шишигиной, которая сейчас себя также уже в политике пробует, мы с ней буквально плечо к плечу с Ермаханом Евреемом, втроем, как бы, там, и Александром Виногуром. Да, мы практически весь Казахстан объехали, да, и по большому счету обретали опыт какой-то. Но она сегодня достаточно успешно, как бы, уже себя реализует, и я думаю, в дальнейшем мы уже ее какие-то там предложения, рекомендации услышим. То есть в политике вы себя видите? Не исключаю, как минимум. Я вот, кстати, заметила, что вы практически не пропускаете главные политические события в нашей стране, главные политические, спортивные события. То есть для вас важно быть там, в центре? Ну, получается, как бы, без какого-то там излишнего энтузиазма, просто стечения обстоятельств, то, что мы где-то как-то востребованы в определенном смысле, и если от нас что-то полезное может быть сделано, то почему нет, мы всегда рады поддержать на любом уровне наших сограждан. Вы знаете, одно дело 17 лет все время быть лицом, как бы, да, и привлекать внимание, а другое дело, когда-то же уже нужно быть и полезным. Ну, да. Ну вот, относительно полезности, конечно, просто плыть по течению в статусе олимпийского чемпиона, там, 17 лет, наверное, ну, где-то бы уже прибило бы к какому-то берегу. И, наверное, уже никому неинтересно было бы отрывать там того или иного спортсмена и говорить, эй, ты же олимпиец, там, давай, там, вперед, да, с песней. Нет, конечно. Вот. Просто очень много в стране происходит интересного. Вот. Один только перенос столицы чего стоит. То есть мы на ранней стадии как бы мало в это верили, то, что столица за такой короткий срок сможет состояться. Ну вот, это уже, видите, факт, уже здесь столько проектов реализованных, включая и спортивные соревнования, экспо уже на дворе, одно из крупнейших вообще по значимости мировых событий. Поэтому я считаю, что надо идти в ногу со временем. И каждый спортсмен, олимпийский чемпион, он должен, там, или не олимпийский чемпион, там, или академик, или, там, профессор, он должен, в общем-то, стремиться актуально идти в ногу со временем и при этом быть полезным в стране. Быть разносторонним. Конечно. У меня, кстати, в студии был Серик Сапиев буквально после, да, Лондонской Олимпиады, и Александр Винокуров был. Но вот у Серика Сапиева было такое состояние, он, конечно, был немного встревожен, потому что его буквально разрывали на части. И вот недавно мы с ним встретились на День казахстанского спорта, да, где мы были все вместе, и я у него спросила, как у него обстоят дела, он сказал, что сейчас уже как-то полегче. То есть вы помните, да, тот период, когда вы стали олимпийским чемпионом, вот на этой волне, да, волне победы, во сколько? То есть, это волна без зла, так скажем. Ну, я так понимаю, что 17 лет, она как бы вы на этой волне еще плывете. И вас еще никакого умеря бы не прибило. Ну, видите, как, дело в чем, вот опять же, это все к тому, что мир на месте не стоит, и Казахстан в частности. В то время, когда вот в 96-м году спортсмены выехали на Олимпийские игры и вернулись, по большому счету, болельщики узнавали информацию только с российских там телевизионных каналов, по большому счету там. И все было, внимание, туда настроено. Казахстанские тележурналисты спортивные, они вообще отсутствовали полностью, и они как бы так верстали все то, что в мире там где-то как-то услышат или увидят. Сегодня это уже вот Казмедиа там мощнейший, там и практически и люди есть профессиональные, и опыт есть, и мастерство, и техники достаточно. И в этой связи сегодня любое достижение, особенно уровня класса там Олимпийских игр или чемпионатов мира, примером там Дениса Тена возьмем, например, в свое время у нас были люди, которых мы два года не видели и не слышали о них ни что, ничего, и они были чемпионами мира, условно говоря, по каким-то олимпийским видам. Сегодня, например, там не успел Денис Тентом стать серебряным призером чемпионата мира по фигурному катанию. Весь Казахстан знает благодаря вам, средствам массовой информации, представителям этой отрасли деятельности. И я считаю, что Серику, конечно, в плане лавр, почета, уважения и популярности, конечно, в разы было сложнее, потому что это буквально в разы было усилено тем, что сегодня технологии такие. И самое главное, почему я очень сильно рад за Серика, потому что он однозначно был лидером команды, на нем было огромное бремя ответственности и то, что он с этим достойно справился, потому что я Серика видел и на тех играх в Олимпийской деревне, и на этих играх, это были два разных немножко спортсмена по именно психологическому состоянию. И мы с вами говорим, почему чемпионов у нас не так много, потому что этому надо обучать. И не только обучать спортсменов, но и тренеров рядом с ними находящихся, и тех людей, которые во время Олимпийских игр находятся в контакте со спортсменами. Потому что любой гражданин Казахстана, видя, например, спортсмена, подающего надежды, он считает нужным подойти, обнять и дать ему какой-то ценный совет. И считает, что без этого совета он точно своей медали не добьется. А когда таковых в течение дня попадается человек 20-30, у спортсменов в конце концов остаются только одни советы и полное отсутствие собственного плана действия на предстоящий поединок. И Серика на той Олимпиаде настолько разболтали в этом состоянии наши братья и сестры, что ему очень тяжело было психологически, и скорее всего это оказало такую отрицательную роль. А здесь он был немножко изолирован, он старался не показываться лишний раз где-то там на людях. И перед полуфинальным поединком, он с кем-то там на лавочке сидел, я подошел, поздоровался с ним, Серик, как дела, все нормально, туда-сюда. Буквально там 2-3 фразы, все, оставили его в покое, и у парня все получилось. И получилось еще и выиграть у представителя Британии, у него дома, что вдвойне приятно, и выиграть с явным преимуществом, завоевать там почетный трофей. Поэтому это очень и очень большое дело он сделал для себя, для своей семьи, для страны и для бокса. Потому что у бокса, у него колоссальные традиции, это номер один вид спорта в Казахстане, и он должен иметь такие примеры. А что?